Люди, всем привет из Сочи! Сейчас будет очередной прогноз, но на этот раз мы замахнемся на НБА, на баскетбол, разберем матч Сакраменто Денвер Наггетс. Я вчера еще выложил свой прогноз в группе ватсапе на этот матч. Я думал, что он будет ночью сегодня, в час. Но там был переход времени на другие сутки. И оказалось, что они будут играть сегодня ночью, в час ночи, по московскому времени. Значит, здесь победа Денвер Наггетс за 1.55. Почему я беру такой низкий коэффициент? Он не низкий, он в рамках нашей стратегии. Все, что выше полтора, имеет маленький плюсик, вписывается в нашу стратегию. Потому что если из трех событий с таким коэффициентом 2 заходит, 1.55, то мы имеем 3.10. То есть третье событие, если оно не заходит, оно отбивается. Почему здесь берем победу Денвер Наггетс? Ну, несколько факторов в пользу. Во-первых, то, что отсутствуют основные игроки, у трое основных игроков, у Сакраменто, Кингс, Ариза, Багли и Фокс. Это первый момент. Второй момент. По дням отдыха у Денвера на один день больше отдыха. Учитывая то, что они играют через два дня на третий, это один день существенно. То есть получается на 50% отдыхали больше. Если эти два дня, то эти три дня. Это как бы существенно. Это второй фактор. Теперь третий фактор. Денвер просто идет выше по таблице. По таблице сейчас посмотрим, как он идет. Денвер на втором месте идет 19 игр, 13 побед. У Сакраменто 17 игр, всего лишь 7 побед и 10 поражений. Причем 3 поражения в последних 5 матчах. Но смотрим, как они дома играют. Дома Сакраменто на 8 месте по успешности. 7 игр, 4 победы, 3 поражения. Причем отрицательная разница забитых и пропущенных. 746 забили, 756 пропустили. Но в последних 4 играх у него победы дома. Это значит, что эта серия должна сегодня закончиться. И он должен проиграть. Вернее, завтра в час ночи. Денвер Наггет, в свою очередь, имеет в последних 5 играх только одно поражение в гостях. При этом имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей. 638 на 615. Причем давайте еще посмотрим, как они играют на поле Сакраменто. Я, конечно, посмотрел предварительно. Опять в пользу Денвера. Вот Денвер выигрывает у них 29 октября, месяц назад. 101-94 в гостях. 117-113 выигрывает 4 января в этом году. Опять же, да. И еще так. 106-98 проигрывает. Это 7 января 2018 года. 114-98 выигрывает. И 105-92 выигрывает. То есть, как правило, Денвер из 5 последних матчей в 4-х одержал победу. Дальше мы углубляться не будем, потому что составы меняются. Вот у них был интересный момент. Они 2 матча подряд сыграли. 116-100, 116-110. Вообще, у Денвера, вот когда он в гостях играет, например, у него, как правило, больше 100 очков. Вот в 5 последних только один раз он набрал 98. А так 117-105-101. Вот дальше, дальше копнуть. В 10 последних играх у него только 2 раза не пробит тотал 100. то есть, здесь можно заиграть индивидуальный тотал Денвер-Наггетс больше 100. Чего не скажешь о Сакраменто, потому что Сакраменто, когда дома играет, вот, ну, в принципе, тоже вот у него, как правило, 100 очков он набирает, но, но не каждый раз, вот, но довольно-таки часто, да. Но так как, так как Денвер должен победить, то здесь, наверное, можно заиграть общий тотал матча больше 200. Честно говоря, на НБА первый раз даю прогноз, но с цифрами я давно дружу. Как говорится, цифры, они и в Африке цифры. Если дают какую-то статистическую базу, а я просто напомню, что я учился на экономисте в свое время, да, но еще до этого я в детстве очень любил там спортлату играть, там всякие викторины в школе, там всякие олимпиады математические, да. То есть, если есть статистическая база, то можно сделать определенный вывод. То есть, если две команды стабильно набирают больше 100 очков, ну, давайте предположим, что они 200 наберут сегодня, да, в час ночи. Вот. И, конечно, первый раз опасно, чтобы вы мне поверили, да, и как бы, но это мое мнение. Вот. Иногда у меня интуиция работает просто на уровне. Вот я вчера Бостон Рейнджерс, я все грузили на Бостон, я всех друзей позвонил, все говорят, Бостон выиграет. Я говорю, а вы знаете, игра подряд, то есть, они три дня подряд играют, они никакие будут. Да нет, они там разнесут. Я говорю, да там этот, там семь человек не играло основного состава. Вот. И я говорю, точно счет будет 2-2 или 3-3. То есть, там будет овертайм. Посмотрите, мой прогноз Бостон Рейнджерс. Я вчера все точно предсказал. Говорю, будут какие-то вшивые 2-2. Потому что она нашла коса на камень. И Рейнджерс тоже они не как бы это. И то же самое у них вот, когда играют в Бостоне, преимущества. Но не то, чтобы интуиция. Здесь просто аналитика, она дала о себе знать. И, соответственно, они только закончили 2-2. Единственное, я склонялся уже к тому, что Рейнджерс в овертайме додавят. Но получилось так, что Бостон забил решающие шабы. В общем, проигрывает 2-0, Бостон вырулил. Молодцы. Но цепочка рассуждений была правильная. Направление мыслей была правильная. Понимаете, что почему у меня такие длинные ролики? Почему так подробно все расписываю, потому что в аналитике спортивной очень важна цепочка рассуждений. Понимаете, вот так она цепочка, она вот идет, идет, она может иметь какие-то ответвления, разветвления. И в каком-то месте, может быть, вы со мной не согласны, вы там ушли куда-то. Вот я, например, сказал, эти больше ста, вы подумали, нет, меньше ста. То есть, Денвер Нагетс наберет сто очков, эти меньше ста очков. Это ваше мнение, понимаете. Я его уважаю. Уважаю все мнения, кроме тех людей, такие, знаете, диванные критики, не знаю, кто кому писал, Пушкин кому-то, вот так румяный критик мой, диванный критик мой. Значит, пишут мне уже после драки, мне пишут, ну что, ха-ха-ха, я их просто посылаю сразу и баню. Значит, я еще раз говорю, если вы хотите, чтобы я с вами, простите, простыл вчера, переписывался, в Ютюбе, и отвечал на ваши комментарии, я отвечаю практически на все комментарии. Вот не дадите мне соврать, да, или если какой-то вопрос, или какой-то комплимент, напишите свой прогноз на тот или иной матч, на который я дал прогноз, и только после этого вы имеете право мне что-то предъявить, потому что я же не знаю, что вы говорили, а когда я сказал, а вы промолчали, а потом вы говорите, ха-ха-ха, ну что, а что, ну что, я же не знаю, что ты говорил, поэтому напиши свой прогноз, у меня куча прогнозов, каждый день минимум 10 матчей, минимум 10 матчей, я не знаю, кто столько еще дает матч, может быть, Айнур, семейный прогноз, Ну, Айнур сумасшедший, просто человек. Вот он видел, он содрал обои. Я еще ему написал, Айнур, ты... Ну, он не обижается, он такой. Я его уважаю, кстати, Айнура. Он талантливый парень. Я ему написал обои, заложил в ломбард, чтобы отыграться. И так и вышло. То есть отыгрался, все, выкупил обои, наклеил их назад. Вот, купил новый гараж, новый автомобиль. Дошел до миллиона два раза со 100 тысяч. Вот. Я с ним сколько раз не ставил, угловые пытался. Я, честно скажу, в октябре на Лигу Чемпионов, или нет, в сентябре брал Лигу Чемпионов с ним, угловые. Система 3 из 6. Она так и зашла 3 из 6. Но так как коэффициенты были 2, 2,5 там. Там был небольшой откат с плюсом. Вот. А так брать угловые, знаете, это... Как бы... Это очень опасно. Вот. Поэтому, если вы хотите меня покритиковать, если вы со мной не согласны, вы так и пишите до начала. Если вы считаете, что Сакраменто победит, то напишите ваши аргументы, почему вы так считаете. Я считаю, что Денвер Наггетс, как бы нормальная, значит, тема. Вот. И особенно, если меня кто-то смотрит в США, а в США меня смотрят около 2%, и, пожалуйста, напишите мне, я вам отвечу. Передайте привет, я вам тоже передам привет. Вот. И мне очень интересна русскоязычная, американская аудитория. Если вы хотите играть регулярно, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, вступайте в мою группу WhatsApp, это стоит всего лишь 200 рублей. Я единственный капер, единственный прогнозист, который регулярно дает правильные, я подчеркиваю, прогнозы, правильные на три вида спорта. То есть, хоккей, футбол, баскетбол больше никто не дает. Причем, хоккей я даю и КХЛ, и НХЛ. Значит, баскетбол я даю и Лига ВТБ, и Евролига, с меньшим успехом Евролига. И теперь мы добрались до НБА. Футбол я беру и Российскую Премьер Лигу, и Лига Чемпионов, и Евро отборочные очень хорошо прошли, и ведущие чемпионаты я беру. Иногда я вытаскиваю какой-то экзотический чемпионат, какой-то матч мне интересен, там высокий коэффициент. Например, чемпионшип от английского тоже нормально проходит. Последний был на карде в ситке, Бристель, например, победа за 1,55, по-моему, была предсказуема. То есть я тщательно разбираю матчи, у меня бывают длинные видео, и вы просто можете вообще не залазить в Майскор, ни в какую статистику, а просто послушать меня. Я вам все расскажу и сделаю несколько выводов, и предложу вам на выбор несколько ставок. То есть это моя фишка, я предлагаю несколько ставок на выбор, как и в матче с участием Сакраменто Кингс и Денвер Наггетс. Значит, ставка номер один – это просто победа Денвер Наггетс за 1,55. Ставка номер два – это индивидуальный тотал Денвер Наггетс больше 100. Не знаю, сколько дают, у меня нет сейчас приложения. Больше 100. Или там 105-103. И сразу скажу, лучше ставить в лиге ставок. Баскетбол только в лиге ставок. Там более такие приемлемые, более удобные для игроков, такие сниженные как бы тоталы, а коэффициенты повыше. И ставка номер три – это общий тотал матч больше 200 очков. Не знаю, сколько дают, вот честно. А может быть, 199,5 дают. Ребят, всем удачи. Большое спасибо, что меня смотрите. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Вступайте в мою группу. У нас идет движуха нормальная. Около 100 человек уже в группе. Играем по компьютерной программе. Очень много в течение дня у нас есть программист, которые генерируют различные прогнозы на своей компьютерной программе. И их бесплатно, в основном бесплатно скидывают. И люди ставят и выиграют практически на все основные виды спорта. То есть хоккей, футбол и баскетбол. На матчи, которые идут по всему миру в любое время дня и суток, в любых часовых поясах практически круглосуточно у нас идет игра. Ну, практически как в казино. Хотя на казино мы не похожи. Значит, вы можете заказать у меня железобетон. Это стоит 500 рублей. Значит, как заказать у меня железобетон? Простите. Ну, простыл, да? Прошу прощения. Списывайтесь со мной в WhatsApp. Это стоит 500 рублей. Вы мне их переводите. Я тщательно разбираю матч. Или тот, который вы хотите конкретно. Или тот матч, который я выберу. Я сниму видео про этот матч. Про этот прогноз. Я его выложу в YouTube. Я скажу, кто мне заказал. И я сниму, как я поставил ставку. Вот эти 500 рублей, которые вы мне заплатите. На тот прогноз, который я сделаю. Я не знаю. Но мне кажется, что я, наверное, самый честный капер из всех. Потому что я ничего не продаю. Никого не обманываю. И даже если у меня что-то человек заказывает, то я поступаю вот так вот. Заказывайте у меня прогноз. И я на этот же прогноз ставлю вот эти деньги. То есть, если я проигрываю, то вы проигрываете. Если вы выиграете, то я тоже выигрываю. Всем удачи. Играем осторожно. Играем аккуратно. И не более 5% на каждую ставку. Не ставим экспресс. И даже двойники не ставим. Только флэтом. Только плоским. Спредом. Спред английское слово распределять. Тонким слоем на ставки. То есть, не грузите много ставок. Не грузите много на одну ставку. Возьмите. Лучше поставьте 10 ставок на разные, на мелкие события. 6-7 зайдет. Вы будете в плюсе. Всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.